Сегодня мы направляемся на завод, который производит красный чай, также еще и зеленый, даже немного белый, что, кстати, не очень характерно для именно этого региона, где в основном делают поэр, вот, и посмотрим, как же делают настоящие юности красный чай и сорта из крупно-листового юнайского чайного куста. Мы прибыли на завод, на завод по производству красного чая, но также здесь делаются еще и другие сорта, где-то здесь первая стадия производства, в идеал, как вы видите, сами объем здесь производства довольно большой, здесь сейчас происходит, собственно, в идеал, или выход первичной влаги из чайного листа, происходит это естественным путем, то есть просто дополнительно создается большая вентиляция, да, но на самом деле, после чая лежит на таком вот сетке, свежесобранный чай, вот, и какое-то время, значит, из него выходит влага. А вот на этих двух больших машинах здесь проходит его идеал у почечного сырья, и видно, насколько, на самом деле, в объеме его меньше. То есть для того, чтобы собрать вот это вот количество чая, потребоваться времени и работы, но не столько, чтобы собрать весь остальной чай, который находится в этом помещении, потому что только одна почка, да, то есть можно сравнить вот флэш, собственно, вот здесь, вот, да, такая вот почка, или флэш вот здесь вот, и, собственно, почка, да, и, например, два листа, да, То есть, как бы, вот, то есть объема сырья там в несколько раз меньше Вот, поэтому, собственно, часть почек всегда гораздо дороже и больше ценится, больше работает Каждый завод имеет свои особенности, причем не только в технологии, но даже то, как он построен То есть, по сути, это довольно просто сделан завод, несмотря на его большие размеры Это просто видно, что они здесь на своей же пилораме сами сделали доски Сами, значит, натягивали сетку на этой каркасе Видно, что все такое вот, как бы, уручное, не какие-то заготовленные заранее, значит, материалы То есть, просто, видно, отдельно покупали моторы, на них сами крепили самодельные вентиляторы То есть, вот так интересно довольно, но при этом очень большой объем производства На любом чайном заводе, так как процесс производства чая всегда идет поэтапно Довольно сложно заставить одновременно все процессы То есть, сейчас мы увидели процессы в идеале, то есть, так как сейчас у нас вот буквально около полудня время То есть, лист был уже собран, сейчас находится процесс стадии в идеале После того, как стадия в идеале закончится, чайный лист придет сюда и будет дальше идти в следующие стадии Например, это станок для вспоминания в жовне Уже многократно мы его видели на самых разных производствах Там, значит, машины для гонзао, то есть, финальной сушки, сушильный шкаф Целая комната для фанзяо для ферментации красного чая Для того, чтобы запечатлеть весь процесс, мы, естественно, проведем на заводе целый день Сейчас надо будет сначала прокатиться в горы, посмотреть на чайную плантацию И к моменту, когда мы уже вернемся, как раз закончится стадия в идеале И чай поступит в этот самый цех Здесь находится ферментативный шкаф, так называемый То есть, такая вот большая комната, которая закрывается И здесь основным из важных факторов является поддержание нужной влажности и нужной температуры Рядом с тобой находится шкаф для фенбэй, пожимых тут несколько Это фенбэй отличается от обычного такого гонзао тем, что это делается, во-первых, в более длительное время Во-вторых, здесь вот эти печи, они отапливаются центральными дровами Из-за чего красный чай получается здесь абсолютно шикарного аромата, очень богатого И причем еще интересно, потому что они экспериментируют с разными видами дров В зависимости от того, какое именно используется древесина, какая порода дерева используется в свечах Чай имеет разные оттенки аромата Сзади меня находятся два больших станка для гонзао, для первичной сушки Обычно, если полностью описать всю стадию производства красного чая, конкретно вот этого сорта Она выглядит так же Сначала идет в идеал, то есть выгоняние первой влаги После этого идет сминание, жовнее После этого идет ферментация фадзяо, после этого идет первичная сушка вот на этой машине И после этого еще дважды прогоняются через вот эти вот машины Это машины для хунбэй, о которых я только что говорил Этот процесс очень постепенный Первый раз делать температуру чуть пониже, в районе где-то 80 градусов Значит, и около 3 часов Второй раз финальный вот хунбэй, после которого мы уже получаем готовый чай, который сейчас у меня в руках Значит, температура около 90 градусов, 91-92 даже И тоже около 3-3,5 часов делается хунбэй Вот здесь видно, как устроен станок для хунбэя То есть, значит, здесь 7 слоев, на которые кладывается чай Сначала кладывается самый верхний Постепенно проходит какое-то время Значит, специальная ручка, здесь есть рукоятка для того, чтобы сбросить на следующий слой И чем ниже, тем выже температура То есть, чай нагревается очень постепенно Потому что, в случае, если нарушить эту постепенность, то не будет такого аромата и такого вкуса Пока мы были в цехе финальной обработки, где делается хунбэй Здесь уже начался процесс сжонен, процесс сминания Очень красивое зрелище, когда работает одновременно очень много станков Сейчас здесь обрабатывается чай, который только из почек Который мы только что видели в цехе в Идеал Он уже прошел первую стадию, сейчас он будет сминаться Сминание тоже требует достаточно длительного времени Почки требуют довольно сложной обработки Но есть такой интересный момент То, что этот чай очень красивый Но, например, тот же красный чай, который, может быть, не такой красивый Он в чем-то даже более ароматный, более вкусный Китайцы очень любят разглядывать чай Они очень любят смотреть, насколько красивая почка, насколько аккуратно это, аккуратные листочки и так далее Но не всегда красивый чай, это вкусный чай И мы как раз говорили о том, он говорит, что Он говорит, что русские очень люди умные Они, говорит, могут не разглядывать, какой чай красивый или нет Они только смотрят на его вкус, на его аромат И это как раз очень, действительно, именно на эти качества и стоит обращать внимание в процессе выбора хорошего чая Вот чай здесь остановили, все равно для того, чтобы посмотреть, насколько изменился лист Запускают его снова Прошло примерно всего лишь 10 минут с момента старта машины Для того, чтобы полностью держать процесс, необходимо от полутора до двух часов То есть еще не выделился нужное количество сока Но при этом нельзя выделять его резко То есть именно как раз эта постепенность в работе, она очень важна для того, чтобы получить хороший чай Ну вот, поэтому женчике она До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok